Глядя на эти кадры, так и не скажешь, что в стране продолжается борьба с коронавирусом. Очередь на роза пик. Все как в доковидные времена. Люди без масок стоят вплотную друг к другу. Аналогичная картина в Гуамском ущелье. И это лишь несколько примеров. 16 октября по всему краю введен обязательный масочный режим. Для всех. Предприятий, организаций и людей. Но в торговых центрах и магазинах, кафе и ресторанах сотрудников все чаще можно увидеть без средств защиты. Надевать маску требовать перестали от посетителей. Будто и вируса вовсе нет. В ходе оперативного штаба Вениамин Кондратьев требует ужесточить контроль за соблюдением действующих мер. В магазинах вообще никакой режим масочный, даже близко не соблюдается. Даже близко не соблюдается. Не просто посетителями магазинов, покупателями, но и продавцами не соблюдается. Почему мы позволяем вот так вести себя продавцам, в частности собственникам вот этих вот магазинов, и они продолжают работать? Вопрос. У нас сегодня достаточно мер. Достаточно мер, в том числе и ресурс административного, в крайнем случае, чтобы и закрыть торговую точку, если идут там такие нарушения. Александр Александрович Рупель, одна неделя на то, чтобы максимально скоординировали всех, это ваша зона ответственности, ваша зона ответственности. И коллег правоохранительных органов, и Роспотребнадзор, и органы власти мобилизовать на то, чтобы максимально исполняли, еще раз подчеркиваю, вот те карантинные меры, те требования режима повышенной готовности, которые у нас уже введены. Мы должны требовать выполнения режима, и в том числе носить маски, социальную дистанцию соблюдать. Александр Александрович, просто рейды организовывайте, еще раз подчеркиваю, которые действительно должны быть ежедневными и однозначно с результатами. Безусловно, базовым является профилактика, которая на сегодняшний день не реализуется никаким образом. Но такое впечатление складывается, и тот опыт, который был наработан всеми нами в течение весенних месяцев, сегодня он не реализуется никаким образом. Практически сразу на совещании губернатор заявляет, никаких новых ограничительных мер пока в Краснодарском крае принимать не будут. Но насколько долго в регионе смогут удержать такую ситуацию, зависит от каждого жителя края, в том числе и от присутствующих на оперативном штабе. Сегодня нужно сделать так, чтобы существующие меры работали по максимуму. Никаких дополнительных мер, ограничительных мы, не вводим и вводить не будем. И каких-то дополнительных запретов на работу каких-либо предприятий, в целом отрасли экономики, либо бизнеса тоже не вводится. Но давайте существующие меры максимально контролировать, существующие, которые уже мы ввели, они должны просто работать. У нас их достаточно, а мы позволяем, еще раз подчеркиваю, кому-то их не выполнять. Не выполнять. И вот это, коллеги, есть наше безразличие, если хотите, и наша преступная халатность. Даже так, я бы сказал. Я полностью согласен с вашей позицией, что вот мер-то сейчас достаточно, вот соблюдение непосредственно принимаемых решений, именно масочного режима, до конца докрутить эту ситуацию нам необходимо. Особенное внимание уделят транспорту. Трамваи, автобусы и маршрутки в часы пик забиты людьми без масок. Страшно представить, сколько человек могут заразиться за одну поездку. В ходе оперативного штаба губернатор поручает своему заместителю Александру Трембицкому усилить контроль в этом направлении. Посмотрите на трамвай. Ну, порой в утреннее и вечернее время, часы пик так называемые, люди битком, как говорится, в трамваи едут, они без масок. Каждый второй без маски. В троллейбусе посмотрите, в автобусе посмотрите. Процентов 80 без масок. Можно смело писать на этом троллейбусе, либо автобусе. Мы едем в ковидный госпиталь. Мы едем, еще раз подчеркиваю, в ковидный госпиталь больше, им уже ехать некуда. Некуда, еще раз подчеркиваю. Но мы же допускаем, что они все едут 80% в троллейбусе, автобусе, либо 90% и трамваи без масок. Допускаем, и водитель трамвая не останавливается, и не высаживает, и не требует, чтобы одели маски. Хотя, по большому счету, практика показывает, что маски-то у каждого лежат. В кармашке, либо в сумочке. Ну, не одевают. Ну, не одевают. В случае чего раз одели, а так не одевают. Должна быть общая нетерпимость к тем, кто не одевает маски, уже в обществе. За нарушение масочного режима предусмотрена административная ответственность. И штраф только для граждан от 1 до 30 тысяч рублей. А для юридических лиц от 100 до 300 тысяч рублей. Даже в такси не стоит забывать о средствах индивидуальной защиты. Как водителю, так и пассажиру. Ради своего же здоровья и кошелька. Хотела бы обратить внимание, что по остановлениям закреплена такая мера, что в такси и пассажир, и водители должны иметь средства защиты органов дыхания. И хотела бы попросить органы полиции, в связи с тем, что только они имеют право останавливать автотранспортные средства, привлекать такси за несоблюдение, ну и таксиста, и пассажира за несоблюдение масочного режима. Цена человеческой беспечности – жизнь. Медики края сейчас работают на пределе своих возможностей. Ведь никто не может поставить на паузу сезонные простуду и грипп, а также хронические заболевания. Среди заболевших стало больше детей и граждан старше 65 лет. Это значит, что граждане старше 65 лет не соблюдают постановления и не находятся дома, вышли либо на рабочие места, либо ведут активный образ жизни. В крупных городах хуже всего соблюдается масочный режим, о чем вы уже сказали, и социальное дистанцирование. В целом, система здравоохранения, как вы уже сказали, сегодня испытывает колоссальную нагрузку, я бы даже сказала, предельную нагрузку. Понятно, что при такой нагрузке и риске переболело немало медиков. 23 врача из них умерли. Всего же за период пандемии COVID-19 был подтвержден у более чем 18 тысяч жителей края. И даже такая страшная статистика, видимо, совсем не пугает бизнес. Так, в условиях повышенной готовности предприятия общепита должны быть закрыты с полуночи до 7 утра. Но и здесь особо предприимчивые находят множество уловок, как обойти этот запрет. Я даже не понимаю, правда, логику тех, кто сам же там находится в этих официально закрытых клубах, сам же снимает, а потом выкладывает в интернете, как они веселятся. Как они заходят, официальный вход закрытый, они с черного хода заходят, их туда пропускают. Либо проверка проходит, вроде все закрыто, проверяющие уходят, и все опять открывается. Вот в фитнес-центре тоже. Если вначале там хоть какая-то социальная дистанция, все в масках были, индивидуальный график какой-то соблюдался. Все работают, все работают, которые изначально, помните, весной не работали, но мы пошли на то, чтобы экономика, понятно, здесь не страдала, и люди, которые там работают, зарплату получали, и в целом как-то вернутся к жизни. Но при определенных требованиях, требований Роспотребнадзора, и эти требования изначально соблюдались, а сейчас вообще абсолютно ничего не соблюдается. Как есть, когда-то было, точнее, так все сейчас и остается, с точки зрения до пандемии. Сегодняшняя ситуация показывает, что этап просьбы и убеждений пройден. Чтобы стабилизировать ситуацию и избежать дополнительных ограничительных мер, мы будем максимально жестко действовать в отношении нарушителей действующих правил и ограничений. С теми, кто игнорирует требования Роспотребнадзора, губернатор просит не церемониться, выписывать штрафы или закрывать клубы и рестораны на 90 суток. Малый бизнес, средний бизнес, в целом бизнес, он должен работать. Но в рамках рекламы, еще раз повторюсь, тех требований, которые Роспотребнадзор установил, все, давайте просто эти требования соблюдать. Вот больше нам ничего не нужно. Требования соблюдать. У нас каждый думает, что для него должны быть какие-то исключения. Те, кто так думает, ни для кого, еще раз повторюсь, ни для кого никаких исключений быть не может. Носить маски и соблюдать социальную дистанцию – это ведь совсем не сложно. Но именно так каждый из нас может помочь замедлить распространение коронавируса и уберечь от смертельной инфекции своих близких.